Мемуарная литература Колымы Мемуарная литература Мемуарные произведения Литераторов, которые были вынуждены Покинуть Россию Та же Адоевцева На берегах Невы, допустим Или Другие эмигранты Очень много таких книг Это хорошие, качественные книги Но Есть у них Ну, можно сказать, недостаток Но я бы так сказала, что Это недостаток всей мемуарной литературы Сложность мемуарной литературы В том, что Это ведь то, что остается в памяти А раз остается в памяти То Подвергается той же коррозии Что и все другие воспоминания Значит, что-то будет с ошибками Нечаянными Или намеренными Мы сегодня будем говорить О таких и других ошибках И нечаянных, и намеренных Что-то вообще изымается Как целый какой-то Даже не эпизод А период целый Изымается Потому что По разным соображениям Автор либо себя хочет В другом свете И цвете показать Либо он просто И не помнит Наша с вами память избирательна И в этом смысле Мы тоже Если будем оглядываться На свою жизнь Ну, вряд ли большинство Сидящих здесь Помнит себя в один или два года Считается, что Есть люди, которые себя Могут одноэпизодно Вспомнить в два года У меня лично в три года Первый эпизод Но он связан с Магаданом А потом опять пауза Потом опять какие-то провалы То есть Очень многие Может быть и яркая детская жизнь была Но очень многие эпизоды Ее не остаются И тогда Меморист рассказывает это С чужого голоса Он рассказывает, где он родился Кто были Дед Или там прадед И понятно, что Очень легко Впасть в ситуацию Ну, даже не вымысла А так Домысливания Когда глядишь на Магаданскую литературу То есть мы должны с вами здесь Различить две вещи То есть Это, конечно, краеведческая литература Здесь должно обязательно Быть сказано о крае Мы все остальное отсекали Наши писатели Которые писали мемуары Находясь уже на материке Или о своей материковской жизни Ну, вынуждены Были Быть отрезаны нами Но Более широкий массив Это краеведческая литература У нас богатая краеведческая литература И очень маленькая мемуарная Она делится на две подгруппы Есть мемуары Неписательские Есть мемуары Писательские Основное внимание сегодня Будет к писательским мемуарам То есть к людям Которые обладают Дарованием литературным Литературным слогом И их в любом случае Любопытно читать Интересно читать И даже полезно читать Но есть Мемуары Такие Безискусные Литературно плохо обработанные Я приведу два примера всего Есть мемуары Записки магаданского мальчика Не знаю, здесь они есть или нет Это Воспоминания Сделаны уже пожилым человеком Который вспоминает Своё детство в Магадане Жизнь Он с мамой жил Там семья была Неполная И он не помнит Некоторые Где улицы какие смыкаются Или какой номер дома Или он может забыть Какой там был Магазин или что-то Основное внимание Семейная жизнь Его уклад Школа И общение со сверстниками И этим она очень интересна Потому что Вот здесь В этой части Очень ярко Работают воспоминания Очевидно Самые радостные Несмотря на Время довольно тяжёлое И О быте того времени Можно Создать впечатление Ну а ошибки Я боюсь, что большинство Из вас не уловит Потому что вы Как правило В другом времени Жили Или родились Тут я не вижу Ни одного человека Который был бы По возрасту Как я Всё-таки Так долго люди Уже не живут Поэтому Записки Магаданского мальчика Это Фактурно полезная вещь А вторую Я назову Очень небольшую Книжицу Человека Который Умер Уже Тоже Он был Учителем В первой школе Преподовал Историю Это Евгений Евгеньевич Крушенинников Те, кто у нас На филфаке учился Знали Его жену Людмила Степановна Крушенинникова Долгое время Работал На трассе Простым рабочим Взрывником В частности И вот У него Подробно И скрупулезно Написана Вот эта Колымская жизнь И она Интересна Такими деталями Которые Ну вот Скажем Городской Житель Он даже Не додумается Что это так Очень жаль Что Евгений Евгеньевич Не сделал Большую Какую-то Публикацию Но уже Замечательно Что этот человек Не будучи Никаким Не писателем Повторяю Он учитель истории Но талантливый Учитель истории Был И те И те Кто учились В первой школе Знают Это Еще много В городе Его учеников Он Незаслуженный Учитель Правда Но он Отличник Просвещения Был И вообще Человек Вот Сделавший Себя Сам Потому что Не будучи Интеллигентом По рождению Он стал Интеллигентом По воспитанию Самооспитанию И по влиянию Жены Конечно Тоже Которая Тоже Из простой Семьи И тоже Очень много Сделала Для своего Воспитания Их ребенок Ну так Ребенок Конечно Это я Крутовато Говорю Но Их сын Старший Сейчас Заведует Кафедрой Англоязычной Филологии Английского Немецкого Вернее Точнее Языка Англо-германской Филологии В нашем Университете Так вот Это одна Линия Линия Повторяю Не литераторов А людей Которые Нашли в себе Волю Силы Время Записать Какие-то Фрагменты Своей жизни Я Призываю К этому Каждого Сидящего Здесь Потому что Без Даже не поймите Что это Какая-то Комплементарная Часть Биография Каждого Из вас Уникальна Если вы Запишите Хотя бы 10 фрагментов Из жизни Ваших родителей И вашей собственной Это уже Очень полезно Вы скажете Кто это будет читать? Ну Даже если Это будет читать Не в этом веке А в следующем Это будет Очень важный Документ Потому что Вся мемуарная Литература С точки зрения Исторической Квалификации Входит в так называемое Историческое Источнико Видение Это отдельная Научная Дисциплина Это очень важная Часть Материала Которым Занимается Историк Потому что А как же Иначе Он это должен Делать? И сюда Входят не только Чьи-то Мемуарные Записи Например Просто письма Даже Собрать И издать Письма Своих родных Неважно Военной Или мирной Поры Это уже Очень ценно Потому что В них Даже если Что-то скрыто Все равно Есть правда Правда Дыхания Правда Произнесения Правда Действия Маленького Жеста Есть правда А когда Вы начинаете Работать В другой Группе В группе Литературно Квалифицированных Мемуаристов Вот здесь Поджидают Разные Беды Я бы сказала Потому что Когда Профессиональный Литератор Пишет Мемуары Он Вольно Или невольно Боюсь Что чаще Вольно Начинает Разглядывать Себя По всем Зеркалам И писать То Каким он Хотел бы Себя Видеть Не каким Он есть А каким Хотел бы Себя Видеть Это очень Важная Вещь Это надо Учитывать И поэтому Вот Так Сравнивая Эти Массивы Мемуары Могу сказать Что здесь Есть Не литературные А именно Ну почти Производственные Мемуары Вот Стоит Книга Виктора Вяткина Человек Рождается Дважды Она даже Не в одном Томе Была Этот человек Я его Немножко Застала Ну в детстве Конечно Мы жили В Аратукане Он был Директором Аратуканского Завода Очень важного Завода И во время Войны И после Этого Моя мама Когда там Была Директором Школы То она В правком Нет Не правком Как называется Завком Она входила Ну так Полагалось Не только Инженеры Туда входят А вот Представители Образования Здравоохранения И Много о нем Рассказывала Поэтому у нас Рано появилась Эта книга Ее Тоже читать Полезно Потому что Без особых Прекрас Передана жизнь Колымской провинции Не Магадана Самого Колымской провинции При этом То что иногда Выдается За меморную Литературу Например На берегу Двух океанов Это книга Шайдурова Шайдуров был Кто Так же Долго Как я Живет Он знает Что он Был Долгое Время Первым Старем Обком Партии Магаданского И Понятно Что это Был Все время Хороший Стиль Что Первые Руководители Они оставляют Что-то Еще Печатное Но Как правило За Этим Людьми Стоят Литературные Рабы Простите Так принято Называть Просто То есть Обязательно Есть Либо Журналисты Либо Писатели Либо Просто Литературно Одаренные Люди Которые Собственно Это и Пишут Сам Исполнитель Может Наговаривать Какие-то Эпизоды А обработка Идет Конечно Профессиональная Поэтому Не могу Скать Что захватывающе Читается Эта книга Но Это Такой Околомемуарный Очерк Жизни Магаданской Области Более Мемуарные Вещи Это книга Ивана Ивановича Лукина Первостроители Иван Иванович Лукин Это Архитектор Который С 30-х Годов У нас Работал В свое время Возглавлял Совет Ветеранов Умер Прямо На работе И Он Написал Именно О тех Годах Когда Магадан Создавался Очень много Архитектурных Важных Подробностей Человеческих Фамилий И так далее И так далее Но она Немножко Такая Причесанная Тоже Книга То есть Ни у Шайдорова Ни у Лукина Негатива Особенно Никакого Не изображается Одну сторону Разобрали А вот Чтобы литераторы Самые известные Две книги Они сегодня Будут в поле зрения У нас Самые известные То есть Имеется Имеется Две книги Которые Получили Российскую И международную Известность И оба Этих Человека Не просто Жители Магаданской Области Потом Магадана А это Бывшие Заключенные Это Евгения Соломоновна Гинсбург Можете Говорить Семеновна Она В школе Ее звали Семеновна Но общенок Евгения Соломоновна Гинсбург И Самая известная Книга Это Крутой Маршрут Хотя Она и в журналах Печаталась То есть У нее Она Безусловно Человек С литературным Дарованием И Борис Николаевич Лесняк Вот Это Вы считаете Что последнее Издание Очень Хорошо Издана Книга Потому что Здесь В сущности Два Эта книга С шестнадцатого Года Вышла На него Еще В девяностые Годы Борис Лесняк И Нина Савоева Это муж И жена Борис Лесняк Отсидел Он был Политическим Заключенным Как собственно И Гинсбург А Савоева Была Врачом Одной Из колымских Больниц Как раз Лагерная Больница Поженились Они После того Как он Вышел Уже Из лагеря Это был Сорок шестой Год Скоро у них Родилась Дочь А дочь Многие Здесь Сидевших Видели Потому что Татьяна Борисовна Каждый год Когда приезжает В Магадан Здесь выступает С концертом Гитара И у нее Свои песни По магаданской Тематике Татьяна Борисовна Симонова Она Родилась Здесь Закончила Первую Школу Но ее Жизнь Это Музыкальный Преподаватель Музыки Она Закончила И сама Музыкальная Школа И училище И Преподавала Долгие Долгие Годы Здесь Ну в частности Одним из Ее Учеников Является Петров Который У нас Не так много Играющих Пианистов Петров И Граностаев Вот Пожалуй Нет А Книга Называется Здесь Два Названия Та часть Где Борис Николаевич Называется Я к вам Пришел Прямо С восклицательным Знаком В первом Издании Было Сейчас Я не вижу Здесь Восклицательного Знака В первом Издании Был Восклицательный Знак А книга Нины Савоевой Здесь Даже Две Фамилии Потому что Она Осетинка По Происхождению И У нее Есть Тут Определенная Семейная Традиция И Обе Фамилии Савоева Гакинаева Она тут Обозначена И у нее Книга Называется Я выбрала Колыму И под Заголовок Архивы Памяти То есть Это Именно Мемуарная Литература Значит Почему Выбраны Эти Книги Я бы Сказала Что Они Ядерные Вокруг Них И Должна Группироваться Мемуарная Литература Потому что И достоинства И недостатки Мемуарной Литературы В этих Книгах Есть И в этом Смысле Мой Лично Выбор В пользу Книги Лесника Потому что В ней Нет Вранья Я Сейчас Не хочу Разбирать По какой Причине Допустила Отход От истины Евгения Соломоновна Нет Ну мы Можем Об этом Немножко Сказать Но Факт Тот Что Если Говоришь С квалифицированным Историком А я Обсуждала Исторические Вот эти Аспекты С Анатолием Ивановичем Широковым Который много Занимается Историческим Источниковидением И он Высоко Оценил Именно Книгу Лесника Именно По принципу Исторической Правдивости То есть Понимаете Это вообще Отважная Вещь Не Не Приписать Себе Тех Поступков Мыслей Достоинств Которых У тебя Нет Но Не пропустить Какие-то Те вещи Которые Может быть Не слишком героем Его рекомендуют А просто Обычным Человеком То есть Он стремился Быть Правдивым И ему Это Максимально Удалось Я Я Это Я Книг Да Одна Из Выдающихся На Всю Россию При Тем Что это Наш Многие Десятилетия Наш Магаданский житель был, но это литературно одаренный человек, можно сказать, самородок, потому что у него не было литературного образования. И мы с вами сегодня некоторые фрагменты освоим. Слух я буду читать и будем анализировать. Вот сегодня будет такой аналитический курс. То же самое будем делать и с Евгением Соломоновым. Я, к сожалению, не была знакома с Леснюком. Вот с Татьяной Борисовной мы хорошо знакомы, мы приятельствуем. А вот Евгению Соломонову я помню, потому что она работала в первой школе. Кстати, как-то очень часто об этом помалкивают в биографии. Биографию любят сказать, что она журналист, литератор, писатель. Но это не самое главное ее в жизни дело. Особенно в лагерной жизни этого ничего не было. Евгения Соломоновна работала в первой школе, преподавала литературу. Но из-за того, что у него статья была, даже две там статьи, 58-я статья под пункты 8 и 10. Антисоветская статья. Ее обвиняли в причастности к троцкистскому объединению. Вот тут, я думаю, это уже фантазии были НКВДшные, потому что кто угодно, но только не троцкист она была. И мы об этом можем сейчас поговорить. А лесняк, который примерно в эти же годы попал в 37-й год, и там, и там, попал в лагерь. Я думаю, что за ним точно никакого троцкизма за ним не чистилось. Просто был период, когда они с семьей жили за пределами России, в Маньчжурии. А именно в очень любимом мной Харбине, потому что я сама год там жила, в Харбине, и поэтому очень помню русскую диаспору, потому что никого не осталось из тех старых. Но при мне они еще были живы. Восьмидесятилетние старики еще помнили старый Харбин. И мы с ними каждое воскресенье встречались в Харбинской православной церкви. И даже участвовали во всех там мероприятиях, потому что некому особенно было по-русски говорить. Вот. И очень многие харбинцы, даже там, скажем, в детстве находившиеся в Харбине или находившиеся там, скажем, в молодые годы, очень многие за это пострадали. И буквально под белой рученькой и сразу в лагеря. Или в ссылку. Только за то, что они на чужой территории, ну, понятное дело, вражеским чем-то занимались. А он ничего такого не делал. Он был молодым человеком, и он учился там, получая среднее техническое образование. Недолго, правда, неполных два года, но учился. По годам, видите, семнадцатый год и тридцать седьмой. Ну, посчитайте, двадцатилетний мальчик, что он мог особенно сделать. Но если Евгения Соломоновна прошла путь сначала по тюрьмам и, в частности, лагерям европейской части, ну, у него Владимирская была тюрьма тоже, то Лесняк довольно быстро попал на Колыму. То есть у него тоже был европейская отсидка, например, он и на Лубянке сидел. Если кто хорошо знает Москву, сейчас, по-моему, она так и называется, метро Лубянка, Советская им называлась площадь Дзержинского, но обычно все знают по детскому миру. Там так, напротив метро, находится то, что сейчас называется ФСБ, а наискосок, так, в треугольнике, знаменитый детский мир, знаменитый детский магазин. Ну, много чего там еще находится в этом треугольнике. Памятник Дзержинскому был, его снесли. Сейчас вот спорят неустановители. Он цел, он находится в так называемом музеоме. Там многие бюсты и цельнофигурные памятники советских деятелей находятся, они были снесены по разным политическим, конечно, причинам. Вот. И он довольно быстро попал на Колуму, то есть не было таких трехлетних у них отсидок, но это со многими так было. Мой дед тоже попал сначала, он сидел в тюрьму в Сибири, а потом только попал на Колуму. Его лагерем был то, что называли «мальдяк». И даже я сравнила биографию Евгения Соломонной и дедовскую. Муж Евгения Соломонна принадлежал к партийной элите, он был председателем Казанского горисполкома. Это вам не жук начихал на скатерть, прямо скажу. А мой дед был зампредседателя Новосибирского горисполкома. И это так называемая советская элита. Хотя мой из крестьян, но тем не менее, не думаю, что из кого-то был Аксенов муж, второй муж Евгении Соломонны. Вот от которого как раз Вася Аксенов, писатель известный. Никого уже нет на свете. Так вот, когда вы читаете, а мне приходилось читать личное дело своего деда, когда вы читаете, вы видите, что, конечно, очень несахарные были условия. Мы его без конца оставляли от прогулок, от чего-то, потому что написано, за что решили прогулки. Читал книгу или читал книгу после отбоя. А он учитель по образованию. Для него это как дышать, читать. И я могу себе представить, какой быт был у Аксеновых, и какие были, соответственно, плюсы этой жизни, и какие минусы. Поэтому это два разных существования. Потому что у лесника его отец, он был таможенным служащим. У него не было какого-то лучшего образования. Он просто был опытным достаточно чиновником. И как таможенный служащий он, собственно, и попал в Маньчжурию. Вы знаете, что в это время там была проложена КВЖД. Вот как раз дорога железнодорожная. Железная дорога, что-то сказала я. Железная дорога и огромное количество русских инженеров, российских служащих, российских технических работников разных видов и рангов. Они как раз обслуживали эту дорогу. И поэтому в Харбине диаспора русская была очень большая. Если вам довелось быть в Харбине, то вы должны обратить внимание, что центр, он как раз из классической такой русской архитектуры, которая в старом Хабаровске, в Новосибирске, в старом Иркутске и так далее. Это то же самое. Церкви тоже православные построены по тому же образцу. Хотя большинство из них было приспособлено под что-нибудь другое. Сейчас Харбин модернизирован и осовременен, что трудно в нем узнать ту старую обитель русских инженеров и русских эмигрантов. Если вы помните, там и Вертинский был и многие другие. Вертинский был и там, и в Шанхае. Ну и у нас тоже среди магаданских журналистов был такой в свое время Михаил Александрович Ильвис. У него тоже Харбинское прошлое было. Вот очерки, которые он написал, они близки к мемуарным. Очень многое по воспоминаниям сделано. Вот, пожалуй, Михаил Александрович Ильвис. У него маленькие такие книжки в очень простом издании. Наша типография делала толком не обложки приличные, картон с бумагой. Но, тем не менее, это интересно читать и в историческом, и в литературном плане. Был очень одаренный человек. Итак, Лесняк попадает на Колыму. И, соответственно, что прежде всего делает? Это добыча золота. Он попадает на прииск от Урях. Прибыл он на проходе, по-моему, Джурма. И, соответственно, вот эта физическая работа по добыванию золота – первое, что ему досталось. А потом жизнь поменялась немножко. Дело в том, что он между Маньчжурией и посадкой учился в медицинском институте. И курса два точно отучился. То есть какое-никакое медицинское образование было. А на Колыму в это время катастрофически не хватало медицинских работников. Любого уровня – санитаров, фельдшеров, лаборантов и, конечно, врачей. И так получилось, что его привлекли к этой работе. И всю большую часть магаданской жизни, не всю, конечно, но большую часть магаданской жизни, потом уже после освобождения, его работа была связана с медициной. В частности, он работал в магаданской областной больнице. Больница – это место, где встречают очень многих. где можно встретить цвет и научной интеллигенции, и рабочий, и крестьян, ну и галоников не без того. Вот я только три фамилии назову. Борис Николаевич Лесняк – один из тех, кто помог Евгении Соломоновне Гинзбург, потому что она была в очень тяжелом лагере. Это Эльген. Это Ягодинский район. Кто хорошо знает топографию магаданской области, то знал, что был такой совхоз даже Эльген. И в лагере там был. И у нее в крутом маршруте очень много про Эльген. Причем, знаете, это как раз тот этап, где она не просто говорит о себе, а она говорит о многих простых людях, которые показали просто образцы мужества. Я помню, когда я первый раз читала ее книгу, а первый раз я читала, признаюсь вам, машинописную копию, потому что в студенческой Москве, в которой я воспитывалась в молодые годы, только лениво не читала диссидентскую литературу. Ну, кто совсем уже буковки не разбирает, тот и не читал. А мы читали все. Я помню вот такой эпизод. Была Пасха, а Пасха и магаданская область – это, сами понимаете, еще зима. Но подтаивает, конечно, особенно если поздняя Пасха. И она стала говорить о женщинах, которые верующими были. Они отказались работать в день Пасхи, при том, что они выполняли норму такую, которой самой Гинсбург не снилось. Она это описывает там. Они говорили, что вот завтра выйдем и в два раза больше сделаем. Их решили наказать. Их заставили разуться и поставили стоять на камне, на тающем снегу. И эти женщины простояли весь день. Они пели молитвы. Они не сдвинулись с места. И все выжили после этого. И она, будучи в то время атеисткой… Сейчас объясню, почему в то время атеисткой. Ну, она… Потому что из небедной семьи, сильно небедной, прямо скажу. Если вы будете читать книгу, вы узнаете, кто были у нее дедушка с бабушкой, кто родители. Но очень часто еврейская интеллигенция еще быстрее шла в коммунистическую партию, нежели не еврейская. К сожалению, большому. И она закончила такое высшее учебное заведение, в котором… Вот сейчас в биографиях, осторожно сейчас пишут в Википедии и прочее, что она занималась историей, получила историческое образование и потом преподавала историю. На самом деле, все не так. Она училась на марсистско-ленинскую философию, преподавала марсистско-ленинскую философию и научный коммунизм, была активным членом партии, входила в партийное объединение руководящие. И, повторяю, муж у него, вот этот второй Аксенов, был все-таки на… Ну, хоть это и государственное, это, так сказать, исполком, но это партийная все равно должность. Эта среда была партийной элитой, живущей неплохо. Потому что она потом во второй редакции немножко подретушировала это, потому что многие обратили внимание. Вот там у нее, когда возгласы… На дворе 30-е годы. Вы помните, что это голодомор по всей стране. А мы слышим возглас «Няня, возьмите детей». Или там «Где нам оставить детей? Мы едем на курорт в Саки». Я не думаю, что много ваших родственников в 30-е годы ездило на курорты. И вот это барское отношение к нижестоящим, к обслуге, оно просто прорывается на каждой второй странице у Евгении Соломоновны. Это такая неприятная черта, которая меня лично, как читателя, заставляет не верить в праведность намерений. И это потом подтвердилось… Вот я говорила, что в мемарах часто человек хочет показать себя, не историческую истину, а себя показать, вот какой он. Поэтому у него одна из глав называется «Меокульпа». В платыни «Это моя вина». То есть, понимаете, вроде бы я ведь такая… Я аналитик, и у меня высокая критичность по отношению к себе. Но, знаете, некоторые люди, они способны и на костре красоваться. И когда я смотрела в «Современники» в свое время спектакль «Крутой маршрут», а там героиню прототипа как раз Евгения Соломоновна играла Марина Ниелова, сейчас уже там по-другому немножко, да и не играет уже. Ну, много этот спектакль шел. И когда ты видишь, что тебе показывают картинку репрессивной среды. Но для человека, который жил и родился в Магадане, это неправда. Это некая открытка, некая этикетка, такая, знаете, плакатная фотография, которую хочет показать, как плоха советская власть, как плоха эта Россия. И, соответственно, вот этот простой героизм женщин славянских, которые всю Пасху простояли на камнях, не боясь, что их могут и застрелить. Она там и пишет, что других кто-то и стрелял. Эльген был очень страшным, тяжелым лагерем. И, естественно, она стала болеть. И вот именно лесняк, который в это время уже был и дружен с врачами, и сам уже выполнял лекарские функции, он помог ей оттуда выбраться. Помог попасть в другое место. Сначала в больницу. И она ничего не умела медицински. Ее обучили. Ну, то есть она с важным видом могла померить температуру. Я думаю, что вы все бы справились с этой непосильной задачей. Или, скажем, перевязать, перебинтовать что-то. Я тоже думаю, что не самая тяжелая. То есть все-таки она была функционально не бесполезной. И когда же мы читаем об этом периоде в ее книге, мы не видим никакой благодарности. А лесняк помог. Лесняк и Савой помогли не только Гинзбург. Они спасли Шаламова. Варлам Шаламов, известный русский писатель, в это время загибался буквальным образом, потому что он был на золотодобыче. Ни физически, ни по состоянию здоровья, ни по характеру своему он не мог выдержать. Он был доходягой. Это и есть такое выражение – доходяги. И сама Гинзбург доходяга описывает. Она описывает, в частности, например, одну немецкую коммунистку, потому что сидели-то всех стран и национальности люди. Немецкая коммунистка, которая от голода, от истощения, конечно, мучится сознание, и она ела помои. И, конечно, уже гигиенически была в неудовлетном состоянии. И доходяг презирали. Ну, кто-то жалел, может быть, и кусок давал, а в основном презирали, и они быстро умирали потом. Если человек допустил себя до такого встания, что он доходяга, то ему не жить на этой земле. И Лесняк тоже об этом говорит, что нужно было и соблюдать гигиену, умудряться, что называется, из ковшика помыться, умудряться холодной водой и так далее, и так далее. То есть пребывание в таких лагерях требует воли. Это лагерная больница. И хоть они работают в медицинском работнике, у них свободы больше, но нужно очень-очень себя поддержать. Его очень огорчило потом, когда он прочитал крутой маршрут, и выяснилось, что он написал, что вот, ну, вот эти, конечно, палачи, узурпаторы, сволочи, НКВДшники, лагерные беспредельщики, запихнули меня в отделение, где были туберкулезники. Это больница Набеличи, где как раз с собой его была врачом главным. Лесняк удивился и сказал, но Набеличи никогда не было, никогда не было туберкулезного отделения. А те из вас, кто старые магаданцы, знают, что у нас только в одном месте было туберкулезное отделение. Это Левый берег, то, что сейчас называется Дебин. И в другом месте, и потом уже, и после амнистии всяких, там уже и детей могли туда там содержать туберкулезных или, скажем, с каким-то там плохим манту или прочее-прочее. Зачем вы это написали? И он делает вывод в своей книге. Наверное, потому что она думала, что никогда больше нигде не встретят в Москве кого-то, кто был Набеличи. А я оказался в Москве. И поэтому они не поддерживали отношения. У них было несколько встреч, но не более того. А еще из тех... Шаламова надо было спасать, потому что он... Ну, вы, конечно, знаете из его биографии, что он был психохроником и последние годы жизни провел в специальном учреждении, в лечебном учреждении для психически больных. И если бы его не определили в санитары, в эту больницу, он бы просто умер. У нас с вами не было бы писателя Варлама Тихоновича Шаламова. А третье, которому он тоже помогал, в меньшей степени, но помогал, это Варпаховский. Если вам что-то говорит от фамилии, это очень крупный режиссер наш. Я всю жизнь восхищаюсь тем, что он сумел лагерными силами поставить травиату. Вы вообще представьте себе, что опера поставлена в лагере. Ну, мало того, что там, очевидно, было много талантливых людей, но нужно быть Варпаховским, чтобы это сделать. Он и драматические постановки ставил, он немножко поработал в нашем театре, а его дочь по-прежнему актриса Анна Варпаховская. Сейчас уже не приезжает в Магадан, но как актриса существует. Правда, числится за украинским театром. Была за канадским, она в Канаде долгое время жила, играла. Так вот, даже этих трех фигур, на самом деле, там было больше людей, просто это суперизвестные фигуры. Даже этих трех фигур достаточно сказать, что Лесняк великий человек, Лесняк и Савоева – это великие люди. И Савоева тоже рисковала, потому что врач, который помогает заключенным, вовсе не является какой-то благостной фигурой в глазах начальства. Но здесь нужно иметь в виду, что не нужно ни лагерную клыму, ни лагерную жизнь, ни людей лагерных представлять только как отъявленных подлецов. А как и все в мире, они пестрые. И есть более благостные, и есть менее благостные, и есть жестокие, и есть добрые, и есть жалостливые. Мир так устроен, и он никак не по-другому был устроен в те времена. И так как мое детство прошло именно в лагерном городе, где... Ну, когда моя мама сюда приехала в 1945 году, в Магадане было четыре лагеря и пересыльные бараки. Я помню еще эти бараки. Мы в них когда-то на спортивных соревнованиях останавливались командой. Между вторым и четвертым километром. И вот эта пестрая жизнь – это правда. А изобразить это только как ночь темнущую – это ложь. Люди даже в аду, я думаю, что умеют что-то высветлить тем, что поддержали кого-то, поделились. Вот это при всем моем скептическом отношении к Александру Исаевичу Суженицыну он прекрасно описывает в одном дне Ивана Денисовича. Помните, как кончается эта повесть, что день прошел хорошо? Потому что и нормы выполнили, и кусочек хлебушка лишний где-то там зажал, и еще кого-то поддержал. И человек так устроен. Он хочет жить. Он не может жить только во зле. Он должен в чем-то тоже транслировать добро. Поэтому, когда Евгения Соломоновна пишет, что после больницы, так как у нее высшее образование, и она знала несколько языков. Моя мама ходила к ней на уроки, и мне всегда рассказывала, что мы учились у нее. Ну, моя мама приехала 19-летней. И, конечно, будучи чуть ли не на 20 лет моложе, она, естественно, многому училась у Евгении Соломоновны. Вообще в хороших отношениях были. И опять-таки не надо думать, что мы были в гостях Евгении Соломоновны в детстве. Я помню Тоню, это их приемная дочь с Вальтером. Она в то время вышла замуж за бывшего заключенного, врача гомеопата Вальтера. Они потом вместе уехали во Львов. Они уехали во Львов и там доживала жизнь. Потом она уже оказалась в Москве. Так вот, я помню, что это нормальная еда, нормальная одежда. А на той знаменитой фотографии, где они все идут на демонстрацию, моя мама рядом с Евгением Соломоновной, я вижу на ней добротное пальто с прекрасным воротником из чернобурой лисицей, серебристый такой. И лица тоже такие, где видно, что не последний сухарь человек доедает. То есть жизнь пестрая, повторяю. Одно дело сугубо лагерное существование. И здесь тяжелее всего доля была, конечно, Шаламова. Ему пришлось в очень тяжелых условиях находиться. Поэтому его надо было спасать. И полегче, конечно, вор Паховского, например. Все равно ему надо было помогать. Но лагерное начальство очень ценило талантливых людей, певцов, музыкантов, актеров. И в лагерях были прекрасные постановки. И именно из лагерных отсидевших людей состояла первая труппа Магаданского театра. Именно в том театре я получала свое первое театральное воспитание. По разным причинам они были. Одни за связь с иностранцами, другие за какие-то троцкисты или какие-нибудь, скажем, крестьянские провинности и прочее, прочее. Но такая была специфичная жизнь в Магадане. И никто еще целостно ее не описал. Я не знаю, кто это сделает. Я не вижу людей, которые способны это сделать, к сожалению. А надо бы вот эту пеструю правду и сообщить. Ни одну черную. Потому что Колымой пугает всю страну. Всю страну пугает Колымой. То есть Колыма все. Он покойный Жириновский пять раз упоминал, что вагон и прекрасно знает, что у нас никакого железнодорожного транспорта нет. Но вагон на Колымой – это прямо его фраза была. И вот эта мифологизированная история Колыма живет и сейчас. И сейчас еще в каждом фильме ты слышишь фразу «Ой, он…» А высоко он сидит? Да, так высоко, что за окон Колыма видно. Или «Приезжайте к нам на Колымах, нет, лучше вы к нам». Это мифология. И я боюсь, что этой мифологии хватит еще лет на 50. Поэтому пишите мемуары. Рассказывайте безыскусно то, что реально здесь происходит. И не надо представлять, что мы тут живем среди одних уголовников. В Магадане 50-х годов двери не закрывались. Мы не закрывали дверь в своей квартире или дом Ленина 7. Там у нас квартира была на первом этаже. Мы не закрывали дверь на ключ. И так делали все жители. Я потом это увидела на трассе. Что трасса тоже не закрывала дверь на ключи. Ничего подобного не могло быть ни в Москве, ни в Петербурге. Ничего подобного. А сейчас железные двери. А сейчас железные двери. И ты просто минометом не возьмешь. Он помог. Он и собой его сразу, могу сказать, что помогли многим людям. Кому заметно, кому не заметно. Заметно только, конечно, люди с громкими фамилиями. И то эти громкие фамилии обнаружились потом. Позже. Гораздо. Потому что фамилию Варпаховский сейчас еще в России не очень хорошо знает. А это один из самых крупных режиссеров русского театра. У Шаламова больше. Но только опять потому, что в школе Шаламов изучается. При этом, если вы внимательно отнесетесь к его художественной литературе. А здесь я могу посоветовать книгу моего бывшего коллеги, его больше нет на свете, Михаила Исумуровича Райзмана. У него есть книга, называется «Задержанная литература». Два издания есть. Поменьше и побольше. Лучше побольше. Это учебное пособие. Термин «Задержанная литература» – это общее название книг, которые не могли выйти в сталинский период, но вышли потом. Михаил Исумурович очень тщательно все исследовал. Он настолько подробно подходил к каждому. Он тоже помнил, когда мы с ним разговаривали. Извините, Михаил Исумурович помнил, конечно, Евгений Соломонов, потому что его мама с 1939 года работала учителем у Деда Давыдовна. Она есть, если вы проходите мимо галереи почетных граждан нашего города, то у Деда Давыдовна Ронис на портрете в этой галерее почетных граждан города. Ни Миши, ни Дани нет, конечно, к сожалению. Они бы тоже, я считаю, то, что они сделали для города. Даня как краевед, и Миша как исследователь. Извините, мне удобнее без отчества просто. Они заслужили бы, но боюсь, что следующие поколения просто знать не будут. Вот еще живущие выпускники, конечно, Михаил Симонович помнят. Он и человек был замечательный, и Даня тоже. Живая сестра у них. Я бы так сказала, что в этой книге настолько, в этом учебнике, в этом учебном пособии настолько подробно изучены детали, что Михаил Исумурович нашел даже телефон, который был у Гинсбурга. То есть даже это он указал. Адрес, квартира какая, как они жили, и даже телефон. То есть последние годы до отъезда их, ну, как люди уезжали, реабилитировать стали кого-то довольно рано. Вот Лесняк рано был реабилитирован. Мощная реабилитация началась в 1956 году. Почему? Просто русский вопрос. Why? Потому что прошел 20-й съезд. На 20-м съезде была реабилитация. Я помню, как у меня мама плакала, потому что прозвучала фамилия руководителя Новосибирского, по делу, к которому мой дед и сел, Роберт Иванович Эйхи. Рождественского назвали в честь Роберта Эйхи, кстати. Рождественского писателя, да. И он латыш, по-моему, да, или эстонец. Латыш, да. Так вот, где-то в 1956 году мы получили справку о реабилитации. А Лесняк реабилитирован раньше. Ему, во-первых, восемь лет дали. У моего деда было десять. Ему восемь лет дали, и он отсидел полностью восемь лет и вышел. И его вскоре реабилитировали. Ну, думаю, там два этапа было. Первый этап обычно – амнистирование, а потом только реабилитация. Вот. И попозже выпустили также Евгению Соломонову. Но все они… Никто не рвался уехать, потому что, во-первых, сразу нельзя было. Все, вышедшие из лагеря какое-то время, должны были здесь находиться под надзором. И только потом уже могли покинуть, уехать либо в родные какие-то края, либо в крупные города, где разрешали им быть вообще-то. Вышедший из, так сказать, вот этой больничной лагерной среды Лесняк… В 1946-м, я уже говорила вам, они поженились с Савоевой. Вскоре родилась дочь, и долгие годы она работала в медицинских учреждениях в областной больнице. Он тоже сначала там, а потом он закончил технический вуз и стал работать на Магаданском механическом заводе. Вообще бы кто-нибудь написал бы историю Магаданского механического завода, какие люди там собирались. Очень разные картины, очень пестрые. Увы, там не нашлось писателей. Дай Богу, вот еще и еще раз повторяю, ну делайте записи. Меня тоже не хватает на книгу, но я сейчас сижу по эпизодным записью, то есть я вспомню что-то и вот этот эпизод запишу. Может, это будет лоскутное одеяло, но, по крайней мере, оно будет каким-то, что-то такое выйдет. Я не обещаю, что это напечатаю завтра, но, может быть, после смерти напечатают, но зато там не будет, я надеюсь просто, не будет лжи. Что-то я забуду, конечно, что-то забуду, но что-то восстановлю по рассказам родственников. И когда уже полная свобода реабилитации, тут и Таня встала уже на ноги, они уехали в Москву. И в Москве они жили в доме, это сейчас называется дом Наусеевича, там магаданские кооперативные квартиры были. Это метро-эропорт. Ну просто мне приходилось там бывать и могу сказать, что будете мимо проходить. Помню, там огромное количество старых магаданцев жило. Многие сейчас из жизни ушли, их нет уже физически. Конечно, так долго не живут. И еще когда он жил в Магадане, он стал, Борис Николаевич стал писать. Он печатался в местных, на Севере Дальнем, например, и другие вещи, в газетах. То есть он почти журналистскую деятельность начал. А ему сказали, что все, ты пиши книгу. И он стал писать книгу. Причем это был разнообразный талантливый человек. Он писал не только прозу, но и стихи. И очень удачно. Он был очень музыкальный. У него в роду потрясающие музыкальные люди. Татьяна Борисовна рассказывала, что прадед играл на всех инструментах, на которых только можно играть. Даже на скрипке. А уж там всякие мандолины, балалайки, гармошки, это понятное дело. И вот это разнообразное дарование, оно, очевидно, и сказалось в стиле. Вот посмотрите. В Утырской тюрьме я находилась с 1 ноября 1937 года до середины июня 1938 года. Если не считать примерно месяца проведенного на Лубянке, куда меня возили для ведения следствия. По возвращении с Лубянки прежнюю камеру я не попал. Память долго хранила трехзначные номера этих камер. Но сейчас, когда я хотела их назвать, все усилия оказались тщетными. Они стерлись из памяти, выпали. То есть вот деталь. Он долго помнил, но все равно жизнь этот файл стерла. И он не стал подбирать, не стал ничего сочинять, не стал придумывать. Кто бы проверил эти номера бы? Никто бы никогда не проверил. Но это просто ответственность перед собой. Удивительный человеческий материал представился тогда моему возбужденному, жадному юношескому взору. Я напоминаю ему 20 лет. Я был уверен в то время, что ни одного лица, ни одной судьбы, ни одного имени никогда не забуду. Однако память сохранила не все, не всех и не все. Не знаю, по какому принципу она производила отбор. Но кое-кого я помню живо, ярко и зримо. Видите, никаких попыток выпендриться. Сейчас же вообще без выпендрежа просто ничего не происходит ни в театре, ни в кино, ни в литературе. Обязательно нужно либо какой-то эпитет подобрать, которого там сроду нигде близко не было, либо как-то так сценку изобразить, либо дьяволичную какую-то. Посмотрите даже массовую культуру, какие-нибудь бесконечные дезективы, которые смотрят. Там без конца заигрывание с дьяволом идет. Там вечно какие-то штучки в сумерках кого-то видят в зеркалах, или появляются из каких-то полуотрытых могил какие-то люди, или вдруг начинают сниться что-то. Без чертовщинки сейчас ничего не показывают. Ничего подобного не было у Лесника. Он стремился сохранить объективно. Он жертвовал лучше эпизодом, но только не подбирал. Я не могу того же самому сказать о Евгении Салмоновне. Боюсь, что тут причина вот в чем. Я очень хотела себя показать героине, чего нет совершенно у Лесника. Лесник нигде не собирается себя показать героем. Просто честно описывает, что происходит, не выжимая из меня социальную слезу из читателя. А Евгении Салмоновне обязательно что-то такое... Вот если она там находится в Владимирской тюрьме, то там написано чуть ли не как предводитель восстания. Человек, который, понимаете, и политграмоту людям, и стихи им читает, и на разных языках. Ну, просто вот культурное такое сокровище. А вы не представляете, сколько таких сокровищ сидело? Но не все так себя вели. В связи с этим я, повторяю, должна согласиться с Лесником, который напомнил слова Твардовского. Александр Трифонович Твардовский, это он напечатал крутой маршрут. Но что он сказал? Он сказал, ну, героине мне нравится крутого маршрута, а автор нет. Этот Твардовский. Человек с потрясающим чутьем и сам, и семьи... У него много-много репрессионных в семье. Их крестьянская родня вся отправилась в ссылку. Половина там погибла. Никаких иллюзий. Рассказывает по фамилии Владиславский. Он кадровый русский офицер. В прошлом, конечно, преподаватель одной из московских военных академий. И, наверное, рассказывал об опыте Первой мировой войны, потому что о какой же он мог еще рассказывать. Писал его внешность, такой, знаете, типичный, подтянутый, седой, спинснея и прочее, прочее. И вот этот седовласый старик с седыми усами, небольшой боредкой, с отменной военной выправкой, сидит и, как все, ждет, когда его вызовут, потому что он должен уже какое-то дело организовать. Он должен выяснить, что ему, какая статья, какая судьба, куда отправят. Долго, недели две или больше Владиславского не вызывали. То ли следователи не справлялись с наплывом клиентуры, клиентура здесь в кавычках, такая горькая ирония. То ли это был психологический финт, изматывающий последственного томлением неизвестностью. А возможно, и то, и другое. То есть, видите, он не настаивает на какой-то одной версии, но берет из тех, что существовали, самые реальные. Но вот в одну из тревожных ночей, ночи все были тревожными, Владиславского вызвали. Обратно его привезли только вечером, привели только вечером, после ужина. Он спал с лица, как отметил, заметил толстовец Шулюкин, то есть тоже один из сидевших, последователь Толстого, очевидно, по образу жизни. И впрямь вид у него был раздавленный, отрешенный, но вопрос усокамерников не отвечал, от еды отказался, молча просидел до отбоя. После отбоя первым залез под нары. Ночью камера проснулась от шума, от переполоха, разгораживали настилы. Из-под нар вытянули Владиславского, бледного и окровавленного. Сосед Владиславского в одной из смен боков, а там по сигналу надо было, честно очень, они командуют, и они переворачиваются на другой бок. Командует еще на другой бок, потому что просто свободно лежать было нельзя. Он обнаружил, что Владиславский на команду дежурного не реагирует. Сосед, пытаясь его расширить, перепачкался кровью и поднял тревогу. В камеру вошли надзиратели, вызвали фельдшера, Владиславского перевязали из камеры и из камеры увели. Потрясенный первой встречей за следователем, Владиславский решил покончить с собой, предпочитать смерть ложным фантастическим показаниям, которые от него потребовали. Он раздавил свое пенсне, перерезал сосуды на левом запястье. Он бы умер от потери крови, как и хотел того, быть в камере хоть немного просторней. Не столь плотной была бы упаковка. Утром надзиратель забрал его вещи. Прошло более полумесяца. Значительная часть камеры успела смениться. Оставшиеся уже стали забывать Владиславского, занятые собой, оглушенные тем, что происходило внутри и вокруг них. Однажды приоткрылась тюремная дверь, и в камеру кого-то втолкнули. В сгорбленной фигуре, завернутой в грязную, мятую шинель, а помните, он описывается как статный, подтянутый, настоящий русский офицер, чистый, с поднятым воритуком, в едва державшемся ногах человеке. Трудно было узнать Владиславского, но это был он. Я уступил ему свое место старожила на верхних нарок под окном с ворточкой. «Где вы были?» – первое, что спросил я у него. «В карцере», – ответил он. Недолго оставался Владиславский в камере. Дня через два или три его вызвали с вещами. Лидеры камеры склонялись к тому, что его перевели в Лефортово, в тюрьму для военных. Лефортовская тюрьма и сейчас существует. «Владиславского я больше никогда не встречал и не слышал о нем ничего, но забыть почему-то его не могу». Обратите внимание, тип описания. Ни нагнетения никакого, по возможности просто фотографическое что-то. вот как оно на самом деле было. Не раздувать, но и не уменьшать. И этот принцип точно такой же и дальше. Здесь очень важно прочитать Магаданский, Магаданский, Колымский лучше. Здесь эпиграф есть. Я помню эту песенку с детства. «Я маленькая девочка, играю и пою. Я Сталина не видела, но я его люблю». И я помню страшный день, когда Сталин умер, а Магадан узнал об этом на следующие сутки, потому что разница во времени. И я помню, что мы ошалевшие маленькие дети и видим, что наши воспитатели плачут. Вы знаете, что такое для ребенка, когда его учителя, воспитатели, они плачут. Значит, что-то не очень. И я помню, мы то переглядывались, то смеялись, то боялись. Вот все было страшно как-то. А потом я пришла домой и увидела, что у меня отец с матерью в таком же состоянии. Они черные какие-то. День был очень пасмурный. И тут я тоже зарыдала, потому что тебе вообще страшно. У тебя родители отключились. У них ни улыбки, ничего нет. И вот эта атмосфера типичная для Магадана. Ты еще не понимаешь, что такое Сталин и что такое, плохо или хорошо, что он умер. Но ты видишь, что взрослые боятся. А взрослые, понятно, чего боялись. Они боялись, что будет еще хуже. Может быть, война, может быть, что-то. Вот этот наш страх, что будет еще хуже, он и потом, и в годы Хрущева, и Брежнева тоже сказывался. Итак, эпиграф этот к главе, который называется «Десница». Нет полной гармонии между монументами и людьми. История и литература тому свидетели. На главной аллее Магаданского городского парка стояла бетонная статуя в хромовых сапогах. Его рука, указывающая путь прогрессивному человечеству, была направлена в сторону сопки, под которую в 30-е годы местный лагерь расположил свой пространный некрополь. Человек, воплощенный в бетоне, умер по официальным данным 5 марта 1953 года. Ну, всем знающим историю понятно, что речь идет о Сталине. А ремарочка, что по официальным данным, ну, ходят разные слухи, что он умер раньше, что ему не оказывали помощь, что, может быть, это было четвертого. Но дело в том, что 5-го весь день играла траурная музыка. Я помню, что она из радио раздавалась. То есть это тоже тревожно было. То ли под влиянием классики, и он здесь упоминает, каменный гость, медный всадник, то ли по мотивам иного порядка, во вторую ночь всесоюзного траура кто-то отбил у статуи руку. Бетон, замешанный некогда без большого усердия, рассыпался на куски, обнажив толстый рифленый железный пруд, на котором держалась указующая десница. Ну, десница, я напоминаю, что это правая рука. Левая называется шуйца, а правая – десница. Ну, по-русски. Форма рассыпалась, оголив содержание. Чувствуете, как изъясняют? Я говорю, что он очень талантливый человек, потому что здесь она не броская метафора, но очень точная, очень яркая. Горожане, еще оглушенные трагическим сообщением, еще не способные поверить в реальность случившегося, одни с тревогой, другие с надеждой, в утренний час большого развода бежали в свои цехи и конторы. Главная аллея парка, разделяющая огромный квартал пополам, в этот морозный рассветный час, ну, 5 марта, сами понимаете, у нас никакой весны еще нет, морозный рассветный час наполнил сгулом шагов, торопливый сбивчивый ритм которых так живо перекликался с указом об уголовной ответственности за прогулы и опоздания на работу. Совершенная ночью кощунство представила удивленному взору привычный, перемелькавшийся образ, как бы в новом свете. Весь о случившемся облетел город, засуетились в верках, срочно был вызван, куда полагается скульптор М.М. Ракитин, мирно отогревавший после войны и лагеря насквозь промерзшие кости в собственном домике на Марчиканском шоссе. Видите, без лишнего пафоса, без лишних каких-то, уж там не говорю, обвинений и ругательств в сторону сторон, но он наполняет конкретными живыми штрихами свое повествование. Это именно делает настоящий меморист, который не ради красоты стиля это пишет, стремляясь запечатлеть правду секунды, правду минуты, правду часа, правду дня. Ракитин ненавидел учителя, здесь учитель с большой буквы, страстно, люто, самозабвенно, давно и открыто. Это было чувство оскорбленной посредственности, обратите внимание, к поправшему ее гению, великому мудру, а также лучшему другу физкультурников. Но тут уже ирония пошла, потому что Сталин действительно среди прочих его титулов в прессе был и такой, как лучший друг физкультурников. Он вечно какому-нибудь спортсмена на руки брал, особенно если это ребенок. Ракитин не скрывал своих негативных чувств к учителю нигде и никогда, даже в Берлаге. Это такой береговой исправительный лагерь Бер, сокращение. Вот у нас напротив нашего мамонта назывался Бермыс, Берроща. Это все береговые рощи, береговой мыс. Просто сейчас нынешние жители Магадана этого не знают. А когда-то это были поселки, именно люди, вышедшие из лагеря, себя пытались построить какое-то жилище, поэтому там так много убогих домишек. Но сейчас почти ничего не осталось. Мэрия уже почти все снесла. И даже в Берлаге, спецлагере для политических заключенных, постоянно рискуя продлить свой лагерный срок до бесконечности. Ему предложили, я сейчас сокращаю, восстановить эту самую руку. За ним в биографии и война, и земля полная разрывов, и плен, и репатриация, и этапы и транзитки, сторожевые вышки, предупредительные зоны, голод и белое безмолвие и так далее. На лбу, на спине и на правом колене все еще чувствовалось присутствие пятизначного номера. А в домике на Марчиканском шоссе оставались в тревоге недавно приехавших к нему из России жена и два вихрастых подростка. Невероятное совершилось. На следующее утро, поблескивая матовым псевдоброзным светом, тяжелая каменная рука с коротко остриженными ногтями твердо указывала человечеству, прежний, единственно правильный путь. То есть нет необходимости у автора говорить, что я осуждаю то, что происходило в годы культа личности. А вот это фотографически точно, но при этом ироничное описание прекрасно передает все необходимые эмоции. У меня несколько знакомых работало в больницах Маглага, Магаданского лагеря. Кстати, еще раз напоминаю, что нас напрасно называют ГУЛАГом. У нас с роду тут никакого ГУЛАГа не было. У нас был свой Севост-Лаг с разными разделениями, командировками и прочими. Но тем не менее история каждого из этих больших и малых лагерей очень впечатляющая. Я вам уже как-то рассказывала, что в детстве лагерь был там, где сейчас Снежная долина, Северный Артек. Я помню еще этот лагерь. Небольшой такой уже лагерь был. И я помню, тоже вам рассказывала, мне надо, еще не описан этот эпизод, мне надо записать его в виде рассказа, что ли. Когда мы играли в песочки, нам было где-то лет по шесть. Нас вывозили на дачи, когда у пионеров заканчивались каникулы. Пионерское лето заканчивалось, а детсадовских вывозили на две недели. Потому что у нас, повторяю, хорошее еще лето, бабье лето, и все хорошо. И мы в этом песочке детсадовские ребятишки возились. И я помню, как мы нашли челюсть и женские волосы. А прямо над этим ходом, сейчас там нет тех ворот, которые были в мое время, прямо над этим ходом такая небольшая сопочка. Туда обычно, когда родители нас совещали, там все собирались. И мы туда поднимались. И я помню, замечательные совершенно плантации голубики. Я вам уже тоже напоминала этот эпизод. Они росли на могилах, как я потом поняла. Потому что это были прямоугольные холмики, такие уже обсыпавшиеся. деревянный колышек такой с металлическим номером. Ничего, фамилии, имен никаких не было, ничего подобного. И самая вкусная голубика была на этих могилах. И я вам сказала, что с тех пор на всю жизнь я помню слова Цветаевой, которая написала, что кладбищенские земляники вкуснее и слаще нет. Я это на голубике почувствовала. Но вот это так. Я думаю, что я дала вам достаточно яркий пример, что такое стиль лесника. Но моя тайная задача, чтобы вы все-таки как-то сами почитали. Лесняк везде, во всех библиотеках есть. А сейчас только один фрагмент из... О, Господи! Кстати, книга Евгения Соломоновых богато иллюстрирована. Здесь все дети. Сразу видно, что не последний кусочек хлеба доедался. Вот такую я ее помню, это в Магадане уже. Она пишет «Бухта Нагаева», но это красивая фраза. Они жили не в бухте Нагаева. Вот здесь фотография с как раз Тони. Тони – актриса в Белорусском театре сейчас. А вот и Вася, который Василий Аксенов, известнейший писатель. Приезжал сюда только на один год, потому что выпускники магаданских школ имели льготу поступления в ВУЗы. Если ты закончил магаданскую школу, тебе давали справку, что ты сибирянин, и ты мог спокойно. Он поступил потом в московский медицинский. Старший его брат Алеша погиб во время блокады в Ленинграде вместе со своим отцом Федоровым, первым мужем. Я не хотела бы сейчас на лекции разбирать женские нравственные качества Евгении Соломонной, но круг ее матримониальных интересов был широк. Надеюсь, я бы выразилась достаточно понятно. Есть женщины, которых... Много таких женщин было, которых в лагере спасала именно сексуальная жизнь. И были целые отделения, где содержали детей, родившихся от таких... Ну, у Евгении Соломона этого ничего не было. Но безупречно нравственное ее получение, скажем, даже и фельдшерского места тоже не назовешь. Там были другие участники. Ну, вот теперь я хотела бы для сравнения показать, как, скажем, об отношении к власти, к Сталину, говорит человек, который, в отличие от Лесника, был сам у власти, принадлежал к партийной элите, преподавал марксизм-линизм, был членом партии, говорил всякие такие вещи. Я помню, что в первой редакции ее книги «Крутой маршрут» все заканчивается... Вот она потом убрала это... ...здравицей социализму, который должен победить. Я это вообще анимела, когда прочитала. Какие иллюзии! А вот и ее способ писать. Лагерь. Многих вызывают. Существует ОРЧ, исполнительная власть. Нашего фантастического ксарстана любят эпитеты. Тут, в отличие от Лесника, без конца, бичующие эпитеты. И в любой момент может хлопнуть в барачной двери, может войти нарядчик с длинными полосами бумаги в руках. Это списки этапов, составленные в ОРЧе. Основным этапным голосом, прямо тут в разрядку напечатано, то есть она хочет, чтобы мы выделили это словесно, беспощадным голосом, беспощадным, и заранее отвергающим все вопросы, он будет выкликать фамилии, отправляя их, опять в разрядку, на точки командировок. А это лагерные пункты просто, это часть лагерей. Командировками назывались, ну, временный какой-то объект, на нем надо работать, вот это уже будет командировка. И все будут сидеть на нарах, неподвижные, как из войны, а те, кто услышит свою фамилию, будут тихо хоть охоте сключиваться, точно в них попала пуля. Многие считали, это вообще неуместное сравнение насчет пули, многие считали, что потрясение от вызовов на этап ничуть не легче первого ареста, даже, пожалуй, тяжелее. Там еще была надежда на ошибку, на недоразумение. А здесь недоразумения быть не может, потому что так решил сам Урч. Безошибочно и точно тебя выталкивают из угудка, где ты протаился в надежде, что тебя забудут. Нет, вспоминали, вспомнили, и вот выталкивают тебя снова в ледяную мглу. Особенно болезненно воспринимали появление в бараках урчевских гонцов и приказанных. Те заключенные, кто находился в Ульгене еще в 1937-1938, пока мы тюрзаки, то есть тюремные заключенные, сидели в ярославских одиночках. Но я вам говорила, что она сидела. Особенно болезненно... Прошу прощения. Хоть вы тюрзаки считаетесь самыми, раз самыми опасными политическими преступниками, а ведь, пожалуй, главного ужаса вы не видели. Отсиделись от него свои ярославские. Ярославские говорили нам старые легендарские жительницы, обладательницы статьи К.Р.Т.Д. Соня Тучина, Маша Янович, Люса Джапаридзе, дочь расстрелянного бекинского комиссара. С их слов мы знаем, что означало появление бараки Гонца и Зурча в 1937-м, в разгар Гаранищины. Ну, Гаранин — это начальник всей лагерной зоны. Очень считалось, что самый жестокий был. В основном, что-то такое идёт мнение. Особенно если Гонец являлся к ночи. На серпантинку. А оттуда ещё никто не возвращался. Полковник Гаранин — наместник Сталина на этой окоченевшей Колымской земле, императоры самодержат в Секолымской в конце 30-х годов. Полковник был сердцем предан интересам производства. Он так болел за план добычи золота, что не в силу был сдержать праведный гнев, если видел, что какой-нибудь враг народа, симулируя болезнь или слабость, или слабость от голода, вяло управляет со своей тачкой. И так как полковник Гаранин был натурой порывистой и пылкой, «Вы чувствуете, сколько яда?» «Я не хочу сказать, что Гаранин — хороший человек». Но тут вопрос, какие чувства испытывает эта сиделица. И так как полковник был натурой порывистой и пылкой, то он нередко захватывал свой револьвер и сражал симулянта на повал прямо в забой у рабочего места. Вот это доказано, я читала уже. Она никогда не была свидетелем этого. Мы сейчас не можем сказать. Может быть, Гаранин был откровенной сволочью, но свидетелем этого она не являлась. А раз так, то здесь принципиальная разница была написана у Лесника и у Гинсбурга. Принципиальная разница. Она способна была много написать с голоса. А что такое молва? Молва страдальцев, молва сидевших. Тут и ужасы, конечно, рассказывали. Я вижу по времени, что мы должны закончить. Сейчас скажу. Впрочем, чаще полковник привел похвальную выдержку и предварительно заносил фамилии саботажника в записную книжку. Уже потом, на другой день, он издавал приказ таких-то и таких-то, таких-то и таких-то за контрреволюционный саботаж, выразившийся в систематическом невыполнении плана к высшей мере наказания. Я должна вам сказать, что, несмотря на то, что за Гараниным тянется шлейф вот такого совершенно непредсказуемого человека, тем не менее, юридически это было всегда оформлено тройками. Это тип упрощенного суда. Но тем не менее, вот так вольницы, чтобы просто любой из начальников махал пистолетом и стрелял или вольвером и стрелял, кого ему захотелось, такого тоже не было. За это тоже могли посадить в лагерь соседний. Меня, например, заставляло задать вопрос. Деточка, ты 15 лет работала на прославление этой власти. У тебя глазки не открывались никогда? Ты ничего никогда не видела? Ты совсем ничего не понимала, что ты едешь в саки, а рядом твоя горничная, твоя няня, ничего этого сделать не может? Что люди живут в разных классах, в разных группах, в разных загонах, и они унижены совершенно по-другому. У них нет равенства, о котором ты рассказываешь у себя на лекции. Вот это, мне кажется, неискренность, это стремление именно себя показать только героине, а народ массой какой-то, который не заслуживает личностного подхода, потому что она образованная. Она Шекспира на английском, она Гюго на французском. Она, правда, очень хорошо вела уроки содержательно, не методически. Мама говорит, она рассказывала такие вещи, цитировала и все прочее. Это именно заслушиваешься. И я тут мамочке верю, конечно, безусловно, потому что ее литературное дарование видно и в этих отрывках. Завершаю сегодняшнюю лекцию и хочу сказать, что прочитайте обе книги, не поленитесь. Повторяю, они в библиотеке. Во-первых, вы получите расширенную картинку мира, вы узнаете некоторые детали, о которых сейчас не сообщают, но легендированная часть будет как раз в работе «Гинсбург». Поэтому там надо что-то фильтровать, что-то смотреть. Но тем не менее то, что мы имеем эти две книги, делает нашу магаданскую землю выдающейся в мемуарном плане. Поэтому желаю вам интересного чтения. Спасибо. 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 Спасибо.